Добрый день, друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня уже у нас понедельник, 13 февраля 2023 года. В этой новости я хочу рассказать вам про украинских беженцев. Сколько они здесь зарабатывают, где работают, кем работают и так далее. Давайте сейчас немножко послушаем. По данным службы государственных доходов ВИД, в конце 2022 года на латвийском рынке труда было зарегистрировано 7 764 жителя Украины. У зарплат, которые в Латвии получают беженцы, имеется тенденция к росту. Данные службы госдоходов, но я ВИД буду называть в дальнейшем, ВИД, также демонстрируют, какие профессии входят в десятку самых популярных среди украинцев. Согласно информации, представленной в отчетах работодателей в декабре 2022, ну прошлого года, у 7 764 граждан, запомните эту цифру, 7 764 человека, граждан Украины, были трудовые отношения с налогоплательщиками, зарегистрированными в Латвии. Теперь другая цифра, слушайте. Из них 7 526 работников получали доход, сообщает ВИД. Еще раз повторяю, первая цифра была 7 764, вторая уже 7 526. Ну я не зря это вам повторил. 200 с лишним человек, значит не получали. Ну получается так, друзья, никакого дохода, значит не было. Ну, возможно, они устроились, ну как бы их зафиксировали, но они не работали. Почему так, это непонятно. Хотя, если кто сильно понимает, пишите комментарии, друзья, я не спорю. Средний трудовой доход в период с февраля по декабрь 2022 года, составил 862 евро брутто, грязными, друзья, еще раз повторяю. Средний трудовой доход в период с февраля по декабрь прошлого 2022 года, составил 862 евро брутто, то есть грязными. А в декабре 2022, уже в конце прошлого года, в декабре, достиг 990 евро. Для чего я вам говорю, что запоминайте? Потому что я потом буду сравнивать, какой же доход в Литве у украинских беженцев, которые устроились там на работу. По сравнению у нас, которые устроились в Латвии. И сколько они зарабатывают. Ну и получают на руки, и там и брутто, без разницы. При этом ВИД отмечает, что в расчет среднего трудового дохода берутся также неполные рабочие периоды. Например, если сотрудник приступил к работе в конце месяца. А теперь я немножко прокомментирую, а потом продолжу дальше. Ну как вы знаете, я все равно, я свое скажу, то что я думаю. Теперь они сейчас будут приукрашать, посмотрите. Это я говорю про у нас здесь в Латвии. Средний доход сотрудников, которые проработали нормальное теперь уже количество на нее. Смотрите, нормальное количество часов. Ну там было якобы среднее количество. Или больше, или больше. Но это уже началось. Ну переработка, конечно. Составил, ну чтобы сумма была такая поприличней, 1193 евро. Брутто, грязными. За период 11 месяцев. И достиг 1294 евро в декабре 2022 года. Начали. Якобы средний. Ну это, это мое мнение, друзья. Это мое мнение. Я про граждан Украины, про беженцев непосредственно, которые трудоустроились здесь у нас в Латвии. Пока я говорю про Латвию. Сейчас я скоро начну про Литву говорить. Для сравнения. Друзья. С февраля по декабрь 2022 года. Доход 62,5% украинских граждан, работающих в Латвии, находился в пределах, вот уже видите, начинается. От минимальной зарплаты, то бишь 500 евро, брутто. Это брутто, это грязными. До 1600. Это, представляете, какая, до 1600. Ну не спорю. Может быть кто-то там сварщиком или я не знаю кем еще, который не вылазил с завода. А я знаю такие заводы непосредственно, которые там ночуют и живут там в этих заводах. Да, у них есть комнатки там на заводах. И они там живут. И это все приписывается, друзья. Приписывается. Не зря они там подчеркнули, что сверх, типа урочных часов. А сколько не пишут. Должно быть 160 в месяц, 168. Они там по 300 часов и больше работают. Знаю непосредственно. Пока называть не буду эти заводы. Пока. Но придет время, назовем. А 7,3% сотрудников зарабатывали более 1600 евро. Ну как я вам и говорю. Конечно, если у них там по полтысячи часов. Ну пускай даже 300, 200, пускай даже 250 часов. Вы вдумайтесь только. Это сколько надо пахать. А я знаю. Вот остановлюсь. Пока, говорю, завод не буду называть. Нам, руководители этого завода, говорили так. Ну якобы начали возмущаться рабочие. Но я тогда уже простым рабочим не работал. Но я был шокирован. Я поднимался в офис туда. И они мне так и прямо заявляют. Сергей, иди, ну обойди всех работников. И предложи, надо выйти в субботу там. Или надо остаться. И так далее, и то подобное. Я говорю, слушай, я не пойду. Просто так с голыми руками. Вы мне говорите. Цену говорите. Сколько вы будете доплачивать. Вечером, тем более, оставаться надо. До ночи, а то и до утра. Ну вот приходит машина, фура ждет. Этот спецзаказ якобы какой-то там типа. Там было, я говорю, много заказов. Срочный, срочный. Ну за срочность, извините. Человек тратит здоровье, силы. И так далее, и тому подобное. Ну доплатите. Ничего им не обещай. Как? Так и говорить, да. Ну и хорошо, я пошел. И неоднократно это было. Я потом наверх поднимаюсь. Ну я обошел всех работников. Буду говорить. Сварщиков, друзья, сварщиков, да. Кто меня постоянно смотрит по металлоконструкциям. Я всю жизнь сварщиком отработал. Ну в конце я уже работал и контролером, и мастером, и начальником участка. Ну продолжаю дальше. Я поднимаюсь дальше в офис к этому, так называемому нашему руководителю. Говорю, что отказывается. Все. Все. Я говорю, все. Тогда передай им. Что же он сейчас скажет? Мы наберем украинцев. Я ничего, говорю, не имею против никакого народа. Они у меня, говорит, за 200 евро будут работать. Чего? За 200 евро они будут работать? Ну ладно, бог с ним. Ну, 200-300 евро. Ну это было раньше, еще немножечко раньше, друзья. Это был год примерно, сейчас вам скажу, где-то 14-15. Вот это 15-й, да, примерно плюс-минус вот так вот. 15-16-й год сначала. Да, 15-й год. Вот, друзья, вот я и вам что и говорю. Скажите, а к чему это вы, Сергей, это говорите? Да к речи-то идет про украинских беженцев, про зарплаты и тому подобное. А я, как я вам говорил, я только правду любитель говорить. Они, как некоторые, любят слушать, что... Не слушайте, говорю, если не нравится, не слушайте. Кто не верит вот в это все. Мы, говорит, наберем из Украины... А, тогда еще, да-да-да, добавлю. Ой, друзья, забыл. Из Украины и из Белоруссии наберем работников. Они у нас будут за копейки работать. Я не собираюсь ни перед кем оправдываться и колестись тут и божиться. Зачем мне врать, друзья? Зачем? Ну, раз уж эта новость пошла, я вот смотрю вот эти цифры, какие здесь вот... Они преподносят нам здесь. И почему я вам начал говорить в самом начале, что я вам сравню с Литвой тоже, сколько там. Ладно, продолжаем дальше, друзья. Но это было, друзья, было, оно есть и никуда она не денется. Но еще немножко добавлю. Вот почему и не задерживаются у нас в Латвии. Да, беженцы. Да, с любой страны. Те, которые не знают, у нас здесь ходил поезд из Киева. Вот здесь как раз вот мимо нашего дома. Да, ездили, ездили. Ну, а сейчас это все, конечно, закрыто. И довольно-таки давненько. При этой вот соплистом заболевании это все прикрылось, это все. А сейчас вообще все, у нас тишина тут, поезда изредка. Только военные эшелоны иногда проходили. Ладно, не в этом дело. Ну, хотя это тоже это все касается по теме. Так вот, друзья. Топ-10 профессий и отраслей, в которых трудоустроены украинцы. Я говорю, даже не могу прям. Вот как вспомнил вот про это все. Наберем, говорит. Ну, они не называли их украинцами, а называли по-другому. Догадайтесь, как? Да, да. Именно так они их и называли. Один человек может работать в нескольких местах одновременно. Так же самое, как и раз уж пошло про украинцев, я и про эстонцев у нас здесь в Латвии. Ну-ка вспомните, как эстонцев называли. Рабочий, помощник, это я не про эстонцев, это просто так. А что? Не так, что ли? Я не прав? А вы сейчас кто? Вы сейчас кто? Вы сейчас позади всех в Европе. А они сейчас где? Эстонцы? Те же самые литовцы? На каких местах? Да, это все касается по теме. Кто вновь смотрит, ни разу не видел мои новости? Да, я так преподношу новости. Потому что, я говорю, спокойно тут нельзя. И они здесь врут в большинстве случаев. Просто нагло врут. И правду никогда вам здесь никто не скажет. То есть не напишет. Я уже тем более говорю, кто там скажет? Так вот, слушайте, один человек может работать в нескольких местах одновременно. Ну почему я вот это вам объясняю? А вот в нескольких местах, а почему только не в одном? И именно вот трудоустроенных украинцев, беженцев украинцев. Да хоть до смерти уработайтесь, потому что копеечная зарплата. Вот и вся разгадка. Да, многие догадались сразу, почему я начал эти новости. Рабочий помощник, уборщик, работник цеха, продавец, повар, работник кухни, строитель, водитель грузовика, горничный отель, сотрудник торгового зала. Вот они основные 10 профессий. ВИД пока не может предоставить информацию о том, сколько налогов заплатили граждане Украины в бюджет Латвии за прошлый год, так как данные еще не обобщены. Друзья, а зачем тогда вы нам преподносите уже сколько они? Ох, какие 1600 и выше. Как же это так? Ну как же, друзья, ну это же глупости, ну ужас. Лапшу вешают. Тут же пишут, смотрите, вот 500 евро, да основная масса, на минималке все сидели, основная масса. Я говорю, за редким исключением, где действительно нужны вот эти сварщики, да, их берут, прям даже, но и то смотрят, как он, качество сварки и так далее, и тому подобное. Навыки и опыт. Если нет, то все, чао, не нужен такой работник. А кто нянькаться будет с ними? Кто? Ни одному работодателю они не нужны, которые без опыта и которые, ну я прям так и скажу, бестолковые. Ну а по этому что? Конечно, я сам принимал, если он не понимает ничего и не соображает и не умеет. Ну зачем он нам такой нужен, действительно? Ну на самом деле, друзья, учи, не учи, он все равно говорит, а мне, говорит, все равно. Я найду все равно. Ну иди ищи работу тогда, конечно. Да, были такие, которых я устраивал. Напомню, минималку в Латвии с 2023 года, с 1 января сделали 620 евро всего лишь, а в прошлом году она была 500 евро. Ну это не путайте, это не на руки, это так называемая брутта, это грязными. Граждане Украины в Литве, сколько же вот, ну беженцы, да. В соседней Литве граждане Украины зарабатывают в среднем, ты вот сразу уже в среднем, 1601 евро в месяц. Ну и там вспоминайте, сколько я говорил в Латвии. В целом, украинцы, приехавшие в Литву после 24 февраля 2022 года и работающие там до конца года, выплатили в государственный бюджет. Однако же в Литве уже знают, а у нас нет. Ну догадайтесь, почему. Я не зря, я говорю, я буду сравнивать с Литвой. В бюджет они уже 40 миллионов евро в виде налогов. Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной защиты и занятости Литвы. Там все знают, у нас нет. Более половины украинцев трудоспособного возраста, которые оказались в Литве после начала войны, находятся в трудовых отношениях. Свидетельствует Литовская служба занятости. Большая часть украинских беженцев в Литве работает в промышленности, строительстве, транспорте и логистике, гостиничном бизнесе и общественном питании, а также в оптовой и розничной торговле. Зарплата граждан Украины в Литве колеблется от минимальной зарплаты. И, внимание, а теперь я повторяю, минимальная зарплата 840 в Литве с 1 января этого года от минимальной зарплаты колеблется до 2000 евро в месяц. Но это, конечно, брусто, друзья. В среднем, ну все равно сравните с латвийской зарплатой. В среднем украинские беженцы в Литве в декабре зарабатывали в декабре 2022 года 1601 евро в месяц. Ну, это брусто, да вычета налогов. В прошлом году минимальная заработная плата в Литве составляла 730, повторяюсь. В прошлом она у них была 730, с 1 января этого года, 2023, 840 евро. Делайте выводы, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки. Большая просьба. Подпишитесь. Ну, конечно, по желанию никого не принуждаю, друзья. Еще раз повторяю, кому не нравится, ради бога. Интернет, просторы интернета большие. Только не пишите мне эти гадости всякие там, не надо. Но, по возможности читаю. Есть, конечно, очень большое количество комментариев. Я просто не успеваю, потому что есть и другие новости. Мы делаем и другие видео, как продолжали, так и будем продолжать. Другие, не только новостные. У меня это видео. Ну, сами понимаете, друзья, да? На этом я буду заканчивать свое видео. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До следующих видео, друзья. Повторяю, как до новостных, так и до других видео. Все будет, друзья. До свидания.